Божьих людей обязательно должна действовать благодать Божья. Я бы провел такую аналогию благодати с попутным ветром. Если мы представим нашу жизнь как океан, а нас, самих себя, как яхту какую-то, корабль парусный, то благодать это попутный ветер в паруса, который дует в твои паруса. Когда есть благодать, то тебя как тропеду несет к твоей цели, к пункту назначения. Но когда благодати нету, представьте себе, ты сидишь в огромном корабле, ветра нету, и что ты можешь сделать? Ты можешь либо отдаться на волю течению, куда оно тебя принесет, там ты и окажешься. Есть другой вариант. Взять число и гребсти за всех сил. Правильно, Юрий Леонидович подсказывает мне? Да, и вы знаете, без Божьей благодати вот так вот и происходит. Мы сами как-то барахтаемся, карабкаемся и пытаемся все устроить. Это небо и земля. Жизнь, имея благодать и не имея благодати, это огромная разница. Ну как, я вас вдохновил, что благодать это важно. Скажи своему ближнему, тебе важно иметь благодать Божью в своей жизни? Аминь. Бог хочет, чтобы мы обогатились. Возникает вопрос, а как же нам обогатиться? Если мы сказали, что это незаслуженный дар, незаработанный, по Божьей доброте, как же нам тогда обогатиться? Библия нам открывает, что есть качество у людей, которое Богу очень нравится, которое Бога притягивает, на которое Господь обращает внимание. И он говорит, вау, этот человек по сердцу моему, он мне нравится, дам я ему благодать и дает этому человеку благодать. Я думаю, вам уже пришло на память место из Библии, которое записано в Иакова и так же в Петра, 1 Петра 5.5. Бог смиренным дает благодать. Давайте все вместе скажем, Бог смиренным дает благодать. Аминь. Что же такое смирение и как оно проявляется в жизни человека? Человек слушается то, что он говорит, делает, ну, допустим, вот есть пастор, а я же у него помощник. Вот пастор сказал делать кому-то из помощников, или пойти помолить за того. Человек делает молча без всяких слов, без всяких, там, запорядочень, как говорится. Аминь. Спасибо, Алексей. Запорядочень. Пожалуйста, можете что-то дополнить. Это терпение, да, терпение, то, что тебе не нравится, но ты можешь терпеть, проявляешь. Это смирение и терпение, оно самосвязано. Ты мне показываешь, что тебе не отвечает взаимностью. Допустим, от тебя кто-то нападает. Юрий Леонидович, кто-нибудь хочет что-то добавить? Не стесняйтесь. Смирить свои эмоции, если, может, что-то тебя раздражает. Ну, смиренную по всем. К людям, что в миру бывает, взвоз проявляют. А ты не отвечаешь на эту зону. Хорошо. Это правильно или нет? Спасибо большое. Это смирение, Алексей. Вы подожди. Давайте я просто продолжу, а потом... Мы после служения сможем обсудить все это. Хорошо. Что же такое смирение? Вы знаете, мы, изучая Библию, мы можем увидеть, что смирение описывается разными вещами, разными способами. Одно из очень важных качеств, о котором только что заметил Алексей, послушание. Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 8 стих сказано, что Иисус смирил себя перед Небесным Отцом, быв послушным Ему. Послушным до смерти крестных. Одно из очень важных проявлений смирения, это послушание нашему Небесному Отцу. Это послушание Его Слову. Аминь. Это послушание Духу Святому. Аминь. И так же, как Алексей отметил, нас об этом учит Библия, послушание наставнику. Старшим служителям, которые тебе говорят, и правильно Алексей сказал, без лишних каких-то споров, пререканий. Ты просто берешь и делаешь. Это, знаете, на первый взгляд выглядит очень просто. Ну, часто наши пороки, они восстают, поднимаются, говорят, нет, будет по-моему, а не по-твоему. Вот. То есть, послушание нашли. Иисус Господь и Спаситель, Он смирил себя перед Небесным Отцом, быв послушным до смерти и смерти крестных. Еще одно проявление истинного смирения, это когда человек, он понимает, что над всем стоит Бог, и что все в его руках, что Он главный. И такой человек понимает, что его собственных сил и способностей недостаточно. Такой человек, он всецело полагается на Бога. Он не полагается на свой разум, он не полагается на свои силы, на свой опыт, на свои знания, которые могут быть очень-очень большие. Что нам Библия говорит? Знания надмивают. Человек может иметь образование, и мне доводилось проповедовать Евангелие людям, которые были, имели ученые степени, и они говорили, ты просто не понимаешь, ты просто невежда, просто-напросто, ты не учился там, где учился я. Если бы ты учился там, где учился я, о, тогда бы ты понимал, что твоя вера в Бога, это все глупости. Но вот я выучился, я умный человек, я понимаю, что Бога нету. Дорогие братья и сестры, знания надмивают. Аминь. Настоящее смирение, оно проявляется в том, когда мы всецело можем довериться Богу, полагаться на Бога и при этом быть Ему послушным. Когда мы можем уповать на Бога, когда мы можем понимать, что Он на все. Смирение – это состояние твоего сердца, это твоя позиция. Это не просто твои правильные слова, но это ту позицию, которую ты занимаешь в своем сердце. Быть послушным, понимая, что над всем Господь, и ты Ему послушен при этом. Ты понимаешь, что Он главный, и ты от сердца желаешь слушаться Его. Ты не бунтуешь, ты не сражаешься с Ним. Притихли. Я вас не опечалил, поменялись вы как-то немножко. Смирение – это тогда, когда мы уповаем не на себя. Смирение – это тогда, когда мы уповаем на Бога. Когда человек говорит, я силен, я способен сам все порешать. Я силен, я способен сам все сделать. Такой человек, он уповает не на Бога, он уповает на себя. Благодать Божья, она действует там, где она нужна. Когда мы говорим, я сам с усами. Бог говорит, ну, ты сам, значит, ты сам. Ты, когда ты говоришь, я умный, я могу своим интеллектом, своими знаниями, своим опытом сам добиться успеха. Бог говорит, можешь, ну что ж, вперед добивайся. Я тут тебе не помощник, ты выбрал путь сам добиваться. Ты решил, что ты сам кто-то великий. Ты решил, что ты сам можешь. Знаете, в церкви, в нашей церкви новое поколение, был один брат, и в его жизни, можно так сказать, он поднялся из грязи в князь. До того, пока он был в церкви, он, можно считать, что был бомжом. Но, знаете, он пришел, покаялся, его жизнь стала налаживаться. Он встретил красивую девушку, женился на ней. И, вы знаете, к нему стали приходить идеи, к нему стали приходить какие-то связи. Благодать Божья стала действовать. Божья благодать стала устраивать его жизнь, его дом, его семью. Стала налаживаться, у нее деньги стали появляться. И, вы знаете, под конец его церковной карьеры, если можно так выразиться, я присутствовал при одном разговоре, когда этот человек говорил. Я сам всего добился. Да, у него была уже на тот момент хорошая фирма, очень большой доход, много сотрудников на него работало. И я слышал его разговор. Да что вы мне рассказываете? Какой бог? Это я такой крутой. Это я такой молодец. Это я такой интеллектуал, такой способный, сильный, мудрый. Я построил эту компанию. Я добился. И именно благодаря моим качествам. Однажды также слышал фразу, когда была дискуссия молодежная, парни, девушки, встречания. И он говорит, вы все неправильно мыслить. Вы должны мыслить, что я звезда, я звезда, я звезда. Бог говорит, эээ, нет. Я не потерплю притязаний на мой трон. Есть только один, кто звезда. Это он. Вы знаете, я наблюдал потом падение звезды. Падение звезды. Все, человек лишился благодати. Его семья разрушилась. Распалась семья. Представляете, какая это травма, какой это удар, когда рушится семья, когда разрываются отношения. Он ушел из церкви, он сейчас в миру, он грешит. Я, я, я. Там, где человек часто говорит и думает, и в своем сердце занимает позицию. Я, это я. Это путь к падению. Это гордость. Библия говорит, гордость предшествует падению. Как только человек начинает думать, это я такой великий, это я такой умный. Это путь вниз. Это прямой путь вниз. Он ушел из церкви, он сейчас в миру, грешит. Фотографирует голых женщин. Занимается нечестивым бизнесом. Вы знаете, я узнал эту историю, и я извлек из нее урок. Дорогие братья и сестры, у нас должен быть страх Господень. Мы всегда должны понимать, что над всем стоит Господь. Мы в своем сердце должны всегда понимать, что мы ходим перед Ним. Что Он над нами. И занимать позицию послушания Ему. И просто ту позицию, когда мы начинаем величаться. Что Библия говорит о первом падшем? А? Из Зекииля, 28 глава. Возрожделся в сердце, сын. Спасибо. Продолжай. Ну, зайду на высший Бога, на престол, чтобы он хотел, как Бог станет, чтобы Ему поклонялись. Зайду на высоты облачные, поставлю престол мой, буду подобен Богу. Я, я, я. Но, как упал ты с неба, разбился землю. Вот. Иниться, сын Зари. Вот. Учесть гордецов. Возлюбленные братья и сестры. Бог горден противец. Молодцы. Скажем приезжим. Бог горден противец. Бог горден противец. Поэтому не гордись. Александр добавляет, поэтому мы добавим. А смирене дает благодать. И скажи своему ближнему, я желаю, чтобы в твоей жизни было много Божьей благодати. Аминь. Нам нужна благодать. Дорогие братья и сестры, нам нужна благодать. Нам нужна благодать для наших семей. И для этого Бог должен быть над нами. Бог должен быть нашей главой. Мы должны понимать, что у нас нашими собственными силами, знаниями, опытом, мудростью не хватит способности построить счастливую семью. Что Библия говорит? Если Бог не созвижит дома, напрасно трудится строящий его. Мы должны уповать всецело на Бога. Мы должны надеяться на Бога, полагаться на Бога. Если ты хочешь иметь счастливую семью, тебе нужно доверять Богу. И смиряться, и быть послушным Богу. Если ты хочешь, чтобы родить, забеременеть, выносить детей, тебе нужно быть смиренным перед Богом. Понимать, что все зависит от Бога. Не от тебя зависит. Некоторые люди так легкомысленно относятся к этому. Дорогие братья и сестры, все зависит от Бога. Мы должны полагаться на Него всецело. Мы не должны рассчитывать на свои силы, на свои связи, на свои знакомства. Мы должны уповать на Бога. Аминь. Скажи ближним, уповай на Бога. В своей работе, в своих финансах мы должны уповать на Бога. В своем бизнесе мы должны уповать на Бога. Некоторые люди уповают на себя. Они думают, я такой умный. Я сейчас как заработаю деньги, как вложу. И как много таких людей потом, как фанера над Парижем, пролетают и теряют все. Почему? Мы уже упоминали историю, которую рассказывал Кеннед Хейген об одном верующем, благочестивом христианине-бизнесмене, который десятки лет занимался бизнесом, он занимался инвестированием. И он говорит, я ни разу не терпел ни одной убыточной сделки. Ни разу за десятки лет. Кеннед Хейген его спросил, как тебе удалось этого добиться, брат? Он говорит, я всегда уповал на Бога. Я никогда не заключал сделку, не посоветовавшись с Богом, потому что я знал, что Он над всем. Я не бежал и не вкладывал деньги. Даже тогда, когда сделка оказалась очень прибыльной, очень выгодной, когда все обстоятельства говорили, вложи туда деньги. Он говорил, нет, я пойду, Бог над всем. Я на Него уповаю. Он приходил, он говорил, Господь, что мне делать? И он ждал, если необходимо, день, два, три. И когда ему Господь говорил, слушай, сын мой, это убыточное, не вкладывай. И он говорил, я не буду. Люди говорили ему, ты странный человек, это очевидно, выгодная сделка, уповай на свои силы, на свои знания, на свой опыт. Он говорил, нет, я не буду на себя уповать, я буду уповать на Господа. Я перед Ним буду ходить в почтении и в послушаемом. И благодаря этому проходило какое-то время, я видел, что эта компания потом обомкротилась, и я бы потерял сиденье. Почему? Потому что упование на Бога это наша защита. Благодать, она защитит тебя. Благодать будет устроять твою жизнь. Нам нужна благодать. Она сохранит твое здоровье, твой разум. Благодать даст тебе мудрость. Благодать сможет устроить связи необходимые для тебя. Если какие-то двери закрыты, благодать откроет эти двери. Я не знаю, какие тебе в жизни нужны решения, но благодать Божья может привести тебя к тому, что эти решения будут приняты. Аминь. Дорогие братья и сестры, люди, которые ходят в смирении пред Богом, они надеются на Него, они не надеются на себя. Вы знаете, когда в нашу центральную церковь стали приезжать первые скауты из Ганы, наш старший епископ дружит с Дагом Милсом и Даг Милс стал отправлять сюда темнокожих студентов учиться. И вот они в Харьков стали приезжать в нашу церковь. Я вначале много с ними общался. Знаете, на что я обратил внимание? Когда я к ним подходил, как люди первое общение, да, привет, привет, как дела? Знаете, что они каждый раз отвечали? Я обратил на это внимание, они говорили, каждый раз, Божья благодать, у меня все хорошо. И я такой, вау. Еще они говорили, по Божьей милости у меня все хорошо. Я говорил, вау. Я обратил внимание, что они не просто говорили, все, все в порядке, все хорошо. Но для меня это показывало состояние их сердца, что они упывают на Бога. Это не просто, я верю, что это не просто из их уст красивые, правильные слова. Но они понимали, что благодаря Божьей благодати, Божьей благодати, у них все в порядке. Аминь. Давайте мы заведем такую традицию. Уповать на Бога. Аминь. Не просто говорить, что по Божьей благодати, но действительно поставить Господа во главу, ходить перед Ним и быть в послушании перед Ним. Одним из знаковых людей, кто смирялся перед Богом, был послушен Богу, это был Давид. Вы знаете, удивительное смирение, я бы даже сказал, какое-то самоуничижение Давид демонстрировал. Он был поставлен царем, помазан на царство, правильнее сказать, помазан на царство, когда он был юношей. Как Алексей. Нет, можешь там находиться. Алексея все видели, знаете. Вот как Алексей юноша. Он был помазан на царство. И уже тогда Господь сказал, я нашел человека по сердцу моему. Потому что он видел сердце Давида и ему нравилось, что этот человек почитает Бога. Послушен Богу, смирен перед Богом. И в жизни Давида была великая благодать. И мы видим, что эта благодать подняла его. Библия говорит, смиритесь под крепкую руку Божию. И что? Вознесет вас. И мы видим это в жизни Давида. Давид был очень смирен. И именно благодаря этому Бог вознес его и поставил царем Израиля. Он был просто пастухом, а не чиппас. Разве бывает такое в жизни? Возлюбленные братья и сестры. Позвольте вам сказать. Благодать это великая сила. Аминь. Благодать может тебя поднять. Аминь. Аминь. Через смирение. Путь наверх это путь вниз. Запутал вас? Нет. Когда ты смиряешься, когда ты не занимаешься самовозвеличиванием, я, 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 я. У немцев значит, да, да. Когда ты смиряешься, тебя Бог возвышает. Аминь. Аминь. Одевал в речище, просыпал голову пеплом, и он всегда каялся. Он ходил пред Богом. Что Давид о себе говорил в псалмах? Почитайте. Я жалок. Я нищ. Он дошел до того, что он говорит, я вообще, я не человек, я череп навозный. Ну, навозный это я от себя добавляю. Вы представляете, как человек занимался самоунитяжением. Но через это он имел великую благодать Божию в своей жизни. В конце своей жизни он говорит Соломону, я по скудости моей приготовил для дома Господнего, и дальше перечисляет столько-то тонн золота, столько-то тонн серебра, столько-то тонн меди. Дорогие братья и сестры, я так хочу, чтобы мы были такими же скудными, как Давид. Нет у вас такого желания? Чтобы каждый из вас мог бы сказать, вы знаете, я по скудости своей и принести чемодан для дома Божьего. И каждый по скудости своей принес хотя бы полкило золота. Не надо тонну когда-либо. Хотя бы полкило. Мы видим, послушайте, когда у человека ничего нету, он как-то не особо гордится, да? Но когда у человека что-то начинает появляться, человек начинает забирать нос. Давид был весна богатым человеком, но при этом он не самовозвеличивался. Он говорил, я нищий, я жалкий, я бедный. Когда на него нападали, он говорил, пусть меня критикуют, пусть меня хают, пусть меня ругают. Другой пример. Человек, который начал очень хорошо, Саул, его предшественник, попорядник, капеллиник. Поначалу, когда пророк Божий Самуил пришел помазать его, Саул не считал себя кем-то великим. Слышите? Он не был таким вот, как Алексей, Алексей не самый высокий. Вот Александр, поднимись, пожалуйста. Александр, наверное, сейчас тут выше всех, такой стройный, красивый, ух, в расцвете сил. Спасибо, присаживайся. Вот так вот, Саул был на голову выше, чем все. Но он внутри не был таким, знаете, великим. Он внутри не считал себя достойным. И Бог сказал, вот, ты не считаешь себя достойным, ты подходишь. А Саул такой раз, заброс, оп, спрятался. И как из баррикады выглядывать, не-не-не, это не я, меня тут нету. Он не считал себя достойным, и он там сидел, и не хотел, чтобы его нашли даже, его на царя хотели помазать. Если бы сегодня к тебе пришли, сказали, ставим тебя президентом. Да! Саул говорит, нет, только не я, только бы меня не нашли. И Бог говорит Самуилу, э, он там, он там, спрятался за обозом, пойдите, достаньте его. Его нашли, привели, и сказали, все, ты будешь нашим царем. И мы с вами видим, что благодаря вот этому отношению сердца, и не кто-то великий, надо мной есть Господь. У меня недостаточно мудрости, у меня недостаточно сил, у меня недостаточно способностей. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня вынесли один очень важный урок. Не полагаться на свой разум, не полагаться на свою мудрость, на свои знания, не полагаться на свои силы, на свои связи, на свои деньги, на свой опыт, что бы это ни было, но полагаться единственно на кого-то, на Господа. Аминь. Пусть всегда Господь будет на престоле нашего сердца. Аминь. И мы будем при этом послушны Ему. Аминь. Аминь. армия. Саул устроил израильское государство. Но потом он подумал, слушайте, да я крутой человек вообще. Я такое сделал. Он не подумал, боже, слава тебе, это ты сделал. Он сказал, это я. Смотрите, какой я молодец. Давайте мы мне памятник поставим. Вот здесь, ну поставите, будет памятник Саулу, и вы будете проходить мимо. Он говорит, ой, это великий человек. Он такой, ну да, это я. Он памятник себе поставил. И это стало началом его падения. Началом его падения. Его уже не заботило, что Бог о нем думает. Вы помните историю? Происходило сражение. И Саул не послушался Бога. И пришел пророк Божий Сауил и сказал, ты Бога не послушался. Ты отвергнут от царства. Такое ощущение, что Саул вообще не слышал, о чем говорил пророк Божий. Он говорит, да, 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 да. Ну давай ты сейчас пойдешь, выйдешь, перегляни, скажешь, Саул молодец, он крутой. Это в моей интерпретации. Саул говорит, Сауил говорит Саулу, ты хоть понимаешь вообще, что ты наделал, и что произошло, все, ты уже не царь. Ты формально царь. Братья и сестры, будьте смиренны. Смиренный Бог дает благодать. Аминь. Никогда не считай, что твоих сил достаточно. Всегда полагайся на Божьи силы, на Божью умность, на Божьи знания. Всегда ищи Его в первую очередь. Аминь. И будь послушен Ему, потому что Он дает благодать смиренным. В смирении есть сила поднять тебя. В смирении есть сила обогатить тебя благодатью. Аминь. Аминь. И что Он о себе пишет? Я не достоин называться апостолом. Я величайший грешник на земле. Кто-нибудь на его месте уже, как говорят, в миру звезду бы поймал и сказал, да я вообще такой человек. Вы вообще понимаете, с кем вы говорите? Слава Богу, апостол Павла, наверное, никто бы не сказал, что он великий апостол. Нам бы надо было, чтобы он такой, вау, пришел, я апостол. Встали все, поклонились. На Иссея. Он назван кратчайшим человеком на земле. Кратчайшим человеком на земле. Свое, в то время, когда он жил. И благодаря этому Бог дал ему благодать. Послушайте, вести за собой от двух до трех миллионов евреев это надо благодать на три миллиона человек. Это надо благодать на три миллиона человек. Которые постоянно робчут. Которые его постоянно хотят побить камнями. Которые постоянно жалуются. Есть нечего, пить нечего, вода горькая, солнце палит, ночью холодно. Моисей, куда ты нас видишь? Лучше бы мы умерли в Египет. Все, мы идем назад в Египет. Как он это все терпел? Кратчайший из всех. Библия описывает нам, что однажды народ собрался, взял камни в свои руки и сказали, Моисей, твои последние слова. Он падает на лицо свое на земле и говорит, Господи, прости, не ведут, что творят. Он стал ходатайством, и молиться за народ. Кратчайший человек из всех. Что бы мы с вами сделали? Будь на месте Моисея. Вы знаете, если бы на месте Моисея был гордый человек, он бы сказал, да вы что, с ума сошли? Да вы мне по гроб жизни обязаны. Если бы не я, вы бы в Египте сейчас гнили. Вы, ваши дети, ваши внуки. Ну разве не так? Алло, вы здесь еще? Да. Я вас утомил, запутал. Нет, нет, нет. Хорошо, если интересно. Если бы Моисей был гордым, он мог бы сказать, вы мне своей жизнью обязаны, вы там в Египте себе не принадлежали. Вы были собственностью чужих, ну других людей. Моисей. Рабы. Как домашние питомцы с вами сделали, что захотели. Египтяне их брали и убивали. И все, и израильтяне ничего не могли с этим сделать. Моисей мог бы сказать, да я. Дырка от бублика. Именно из-за правильной позиции в сердце. Я хочу до вас довести, что это за позиция смирения. Он понимал, что это не он крутой. Он понимал, что это не его дары и таланты, не его способности. Он понимал, что заслуга на 100% Бога. Братья и сестры, я хочу, чтобы у нас с вами сформировалась такая позиция в сердце. За все заслуга на 100% принадлежит только Богу. Никакой заслуги мне. Никакой заслуги мне. Как Иисус говорит о своих учениках. Он говорит, когда вы все сделаете, просто скажите, мы просто рабы. Мы просто рабы. Да, я раб ничего не стоющее. Я просто сделал то, что мне Господь говорит. Вот и все. Братья и сестры, есть тот, кто над всем. Заслуга за то, что мы с вами вообще живы, это его заслуга. Он нас сотворил. Разве не так? Он вложил дыхание жизни в наши ноздри. Разве не так? Он спас нас. Мы в ад не идем. Это не мы такие умные. Это его заслуга, что мы не идем в ад. Это его заслуга, что мы познали его. Это его заслуга, что мы в церкви сейчас. Как много обманутых христиан, которые в миру и придумали себе, что они во вселенской церкви. И ведут свои какие-то YouTube церкви. Братья и сестры, мы с вами должны осознавать, ценить и дорожить. И иметь правильную позицию в сердце. Знаете, в моей жизни был период, когда я стал зарабатывать много денег.